15 лет в Европе. 1 мая Латвия отпраздновала юбилей. В 2004 году наша страна вместе с Эстонией и Литвой вступила в ЕС. За эти годы Европа вложила в нашу страну миллиарды евро. На что пошли эти деньги? С этим фактом я бы хотел вас поздравить, вручить вам этот сертификат. Это 1 мая 2004 года. Таможенно-пропускной пункт Гребнево. Ларисе Скоробогатовой, гражданке России из Венсполса, вручают сертификат. Она первая пересекла границу теперь уже не только Латвии, но и Евросоюза. Мы стали гражданами ЕС. И в наших руках не только нашу Латвию создавать красивый, белый, благородный и узнаваемый, но в наших руках и создание Европы. 1 мая 2004 года. Самое масштабное вступление в Союз новых стран-участниц с этого момента в ЕС 25 государств. Вместе с Латвией частью Европы стали Эстония, Литва, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. Вложение Европы в Латвию часто измеряется просто – деньгами. Вот они, скучные цифры. За 15 лет в Латвию инвестировано более 12 миллиардов евро. Это деньги из структурных фондов Евросоюза. За это же время Литва освоила 18 миллиардов, Эстония – 9. ВВП Латвии за эти годы вырос на 113%. Но это с расчетом на одного человека. Большая часть – 65% всех инвестиций, сделанных в нашу страну – деньги Европы. Ну а если пересчитать по количеству жителей, то в одного латвийца Европа за 15 лет вложила около 3000 евро. Больше тысячи километров модернизированных дорог появилось за последние 10 лет в Латвии. В Эстонии за деньги ЕС отремонтировали неполных 300 километров, в Литве – 1500. Среди больших и завершенных проектов – широкополосный интернет, здание Латвийского университета в Торне-Каунсе, новое здание больницы Страденя, модернизированный Рижский аэропорт. Впрочем, несмотря на, казалось бы, впечатляющие цифры, Латвия в бюджете Евросоюза на ближайшие 7 лет все еще находится в группе стран так называемого малоразвитого региона. А вот соседи уже перешли на новый уровень.